Более 8,5 тысяч пенсионеров Ненецкого автономного округа получат социальные выплаты ко дню пожилого человека. В этом году на компенсационные выплаты в окруженном бюджете предусмотрено порядка 73,5 миллионов рублей. Единовременная социальная выплата будет перечислена пенсионерам округа 1 октября. Право на получение единовременной выплаты ко дню пожилого человека обладают женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет при условии проживания в округе и наличии стажа работы в регионе не менее 15 лет. Выплату также могут получить граждане с инвалидностью, проживающие в округе не менее 20 лет. Размер компенсационной выплаты составляет 5000 рублей для жителей округа, не достигших 70 лет, и 16640 рублей для жителей округа, достигших 70 лет. Отметим, выплата носит заявительный характер. Заявление о получении выплаты ко дню пожилого человека необходимо подавать ежегодно. Сделать это можно в течение всего года, вплоть до 31 декабря. При этом прилагаемые к заявлению документы предоставляются гражданинам один раз при первичном обращении за назначением денежной выплаты. В последующие годы гражданину необходимо лишь подать заявление на повторное предоставление выплаты. При первичном обращении за назначением денежной выплаты необходимо написать заявление и приложить следующие документы. Копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии документов, подтверждающих наличие стажа работы в регионе не менее 15 лет, копии документов, подтверждающих факт проживания гражданина на территории Ненецкого автономного округа. В Ненецком автономном округе приступают к формированию новой избирательной комиссии региона. Срок полномочий нынешнего состава истекает в декабре этого года. Избирком формируется в составе 10 членов с правом решающего голоса. 50% из них назначает собрание депутатов, еще 50 – губернатор Ненецкого округа. Срок полномочий избирательных комиссий составляет 5 лет. Состав окружного избиркома формируется на основе предложений политических партий, представленных в Государственной Думе, собраний депутатов округа, иных политических и общественных объединений, а также предложений советов депутатов муниципальных образований, избирательной комиссии региона предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого избирательного объединения и новообщественного объединения может быть назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса. Предложения для включения в состав комиссии должны подкрепляться биографией кандидата, в частности, сведениями об образовании, семейном положении, о наличии гражданства Российской Федерации, а также заявлением лица о его согласии на назначение членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. Ненецкая округа 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 Ненецкая округа